Вчера в здании НИИ Минерологии прошло заседание Общественного Совета. Одним из ключевых вопросов, который удалось обсудить на круглом столе, стала система выборов в собрании депутатов Минского городского округа. Споры разгорелись вокруг смешанных и мажоритарных систем. Создать хотя бы какую-то маломальскую маленькую фракцию в городском собрании с учетом административного ресурса не представляется возможным. Поэтому смешанная система, она хотя бы даст возможность партиям попасть в городское собрание. Не придя к единому мнению, общественники перешли ко второму вопросу о легитимности существующего устава. Надо четко понимать, что есть конституция юридическая, есть конституция фактическая. У нас в МИАСе сегодня не определенность, а прямое противоречие устава как юридического акта к фактическим сложившимся уставным отношениям, которые подлежат регулированию именно в уставе. Не последнюю роль в принятии существующего документа сыграл действующий депутат Иван Бирюков. Было принято решение перейти на главную схему с нового 15-го года, с нового созыва. И вот, в принципе, по эту схему были сделаны определенные правки устава. И это было выпущено в виде отдельного документа как изменение в действующий устав. Но мы погречились, в каком плане имеют депутаты. Я не знаю, почему именно так. Ну, что случилось, то случилось. Порой на кругом столе звучали и совсем неоднозначные тезисы. Да, действительно, главу города выбирает все население. И потому доверить ему управление именно хозяйством может оказаться опасным. А когда как баран упрется в стенку и начинает долбить, и потом всех еще, давайте мы из этой стенки сейчас отойдем ему, живот проткнем. А вот насчет депутатов. Депутатов у нас в городе Мясо надо избирать по межмайоритарной системе. Мажоритарной системе, правильно, мажор. Вот так. И почему я говорю? Потому что на сегодняшний день у нас нет никаких партий. Давайте будем смотреть правде в глаза. И здесь вот у нас есть представители от Якова партии. Мы их никогда не знали. А когда они узнали, что будут по партийным спискам, они откуда-то появились. Так что давайте будем избирать депутатов. Кто вышел, тот и победит. Самое важное, что у нас на сегодняшний день есть в городе руководство полностью, почти полностью оторвалось от населения. Никаких организационных мер не принимает контакта. Никакой программы слушать население. Пускай оно дурное, пускай оно запитое. Но ты слушайте, покажите, что вы с людьми живете. Но мы погречились, в каком плане я имею депутаты. Я не знаю, почему именно так. Ну, что случилось, то случилось. Но вся абсурдность ситуации заключалась в том, что большинству пришедших так и не дали высказаться. Некоторым пришлось в прямом смысле вырывать микрофон, чтобы высказать свою позицию. Сейчас, если теоретически прокуратура признает правовой коллапс, чего мы дождемся? Мы дождемся того, что все решения Виктора Георгиевича будут отменены. Грубо говоря, все поставщики обязаны будут вернуть деньги городу. А город, ну, к примеру, возьмем сожженный мазут, который потрачен был на отопление. То есть вот этого сейчас. Правильно, Михаил Юрьевич сказал, что нужен консенсус и спокойствие, и понимание. Ну, вот сейчас я, допустим, вижу, что этого понимания нет, и спокойствие никому не охота. Но далеко не все смогли высказать свою позицию по многим вопросам. С некоторыми из них нам удалось пообщаться позже. Мы выступаем за смешанную систему выборов, за партийные списки и за выдвижение одномандатников. Это позволит разбавить представителей партии «Единой России» в депутатском корпусе. Тем самым у позиционных партий появится возможность иметь своих представителей, которые будут отставить интересы. За партией голосуют люди, и они должны иметь своих представителей в депутатском корпусе, кто непосредственно будет защищать интересы избирателей. К нам в штаб каждую неделю мы получаем порядка 20 обращений от жителей нашего города. Проблемы ЖКХ, здравоохранения, проблемы с детскими садами, которые мы пытаемся решать и выстраивать диалог с действующей властью. Если обратить внимание на результаты прошлых выборов, за нашу партию проголосовало более 10 тысяч человек. Но по настоящий момент интересы данных избирателей никто не представляет в депутатском корпусе. Смешанная система позволит иметь представителя в депутатском корпусе данных избирателей. Второй вопрос, который обсуждался на совете, это коллизия норм устава принятых. Как вы относитесь к этому, и уместно ли сейчас в свою ситуацию об этом вообще поднимать речь? Я думаю, что в данный момент нужно задуматься о наличии власти в нашем городе. Потому что людей не интересуют ошибки в уставе, когда они кем будут внесены. И вообще считаю, что это просто полемика. Что такие вопросы должны решаться в правом поле. Это прокуратуры и судом. Насколько уместно поднимать вопрос с точки зрения депутата Бирюкова, несмотря на то, что он был в составе депутатов, которые принимали все эти поправки, сейчас за несколько недель до выборов? Хороший вопрос. Насколько мне известно, что изменений больше всех внес именно Иван Александрович. И мне непонятно, почему, когда при власти был Ордобевский, подобные вопросы даже не поднимались. А когда город дестабилизирован, нет власти, такие вопросы остро встают о внесении изменений в устав. Я думаю, что нужно определиться с главой администрации в нашем городе, чтобы люди могли спокойно работать, решать вопросы горожан, а уже потом в судебном порядке, в рамках правого поля, решать разногласия в уставе. Ну, что случилось, то случилось.